Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной Волны с Игорем Цезарским. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете «Ранее Народная Волна» на частоте 15,90 м на нашем веб-сайте radio-nvc.com. Ну и, конечно же, мы приветствуем всех наших YouTube-зрителей. Радиоблог с Игорем Цезарским. Игорь, здравствуйте. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, начало сезона, первый радиоблог в 2022 году. Не знаю, каким его назовут. Определяющим, решающим, удручающим. Это мы посмотрим. А пока я хотел бы вам напомнить, что ТВ-клуб «Континент» тоже на днях буквально откроет свой новый сезон. И я вас уверяю, вы, как всегда, встретитесь с очень интересными людьми. Вы, как всегда, услышите от них то, что, возможно, не сумеете услышать где-то в другом месте, где-то на других каналах. Ну, по крайней мере, нам так думается. И многие наши постоянные слушатели эту нашу мысль постоянно подтверждают. А сейчас я хочу представить вам гостя, который еще ни разу не был у меня здесь на этом самом радиоблоге и на Народный. И я очень рад, что появилась такая возможность пригласить. Это Григорий Амнуэль. Человек, который, ну, скажем так, кто с телевидением знаком, тот его так или иначе видел и неоднократно. Это общественный деятель, это журналист, это режиссер, продюсер, сценарист. В общем, все перечислять. Пожалуй, полпередачи займу. Но это действительно человек с широким диапазоном действий. И я рад, что мы можем поговорить сегодня о тех вещах, которые интересуют, по крайней мере, насколько мне известно и понятно, слушателей народной волны, слушателей, которым не чужда политика. А политика – это один из основных аспектов деятельности Григория. Григорий, рад вас видеть. Добрый вечер. У вас-то вечер. Добрый вечер, добрый день и с наступившими праздниками всех. Спасибо. Итак, начнем. Вот мы, в общем-то, наверняка не можем обойти стороной так называемые итоги года, итоги прошлого года. Буквально, может быть, в нескольких словах, а может быть, не нескольких. Я хотел бы поинтересоваться, каким вы видите ушедший год, прежде чем мы повернемся лицом, а не тем другим местом, к новому пришедшему? Ну, об ушедшем вообще-то принято либо хорошо, либо никак. Но попробуем нарушить этот принцип. Хотя, конечно, потерь в этом ушедшем году было много. И они, к сожалению, были связаны далеко не только с пандемией, которая захватила, в общем, все человечество. Основная потеря, которая прежде всего, ну, скажем, на русский мир распространяется, это потери каких-либо, я думаю, иллюзий о перспективах развития митрополии, то есть о перспективах развития Российской Федерации. Потому что ничего, кроме репрессий, начиная, в общем, наверное, как минимум с середины года, по большому счету, из самого начала, мы от властей Российской Федерации не видели. Это репрессии разного, безусловно, уровня, разной жестокости, разной целенаправленности. Но все это очень хорошо подпадает именно под название репрессии. А поскольку из истории России, особенно 20 века, мы все помним, что, к сожалению, это очень устойчивая традиция, то вспомнить хорошо про ушедший год и иметь радостные перспективы в будущем, касающихся России прежде всего, в ближайшем будущем, по крайней мере, увы, не приходится. Таково мое печальное подведение итогов прошлого года. Я понял. Ну, нас, конечно же, в первую очередь по эту сторону океана интересует отнюдь не продвижение русского мира по планете и вообще не та, скажем так, откровенно даже и внутренняя ситуация, пусть бы разбирались. У нас своя есть внутренняя, которая нас, ну, серьезно, больше интересует. И, тем не менее, так уж случилось, что, ну, во времена несуществующего ныне Советского Союза, естественно, приходилось в первую очередь обсуждать отношения Америки и Советского Союза в свете того, что эти две страны легко могли друг друга поуничтожать. Сейчас ситуация неожиданно пришла тоже к той или иной степени к похожему. Почему? Потому что мы живем в мире, где нет не то чтобы согласия, где мы видим, что Россия превращается в классического уже агрессора, несущего всем своим соседям очень неприятные вещи. А Америка, особенно вот когда получила якобы президента, которого никто не выбрал на самом деле, получила очень слабый ответ на это. И что нас в итоге тогда ждет? Как разрешится то, что есть? И мы понимаем, что Украина – это как бы первое государство, которое подпадает под такой нехороший расклад. Ну, я сразу поясню, что когда я говорю «русский мир», я, безусловно, не имею в виду кремлевскую формулировку, главляемую Мединским, Никоновым и Примаковым. И я имею в виду именно только то, что мы ведем эту передачу, говорим по-русски и говорим с людьми, которые понимают русский язык. Это понятно, это я понимаю. Я точно так же, как ты, просто пояснил для тех, у кого может быть немножко другое впечатление. Перспектива опасна для Украины, но она опасна далеко не только для Украины, потому что мы не можем утверждать, что 39-й год – это была трагедия только… сентябрь 39-го года, что это была трагедия только польского народа и граждан польского государства. Это была трагедия, которая очень быстро перешла все берега и захлестнула весь мир, даже не только европейский континент. И американскому досталось тоже вполне достаточно. Поэтому я бы не сосредотачивался только на проблеме Украины, потому что не надо забывать про соседнюю Беларусь. Не стоит абсолютно скидывать со своего внимания хотя бы, например, неожиданный поступок, для многих неожиданный поступок в Финляндии, которая, как вы помните, была первой после Польши и Румынии страной, испытавшей агрессию Советского Союза в начале Второй мировой войны. Финляндия приобрела 35 новейших… Нет, не 35, а 65, простите за оговорку, новейших американских истребителей последнего поколения. И премьер-министр Финляндии заявил о том, что страна должна абсолютно серьезно рассматривать вопрос вступления в НАТО, о чем в Финляндии говорилось, скажем, последние 10 лет как минимум. Но все-таки мы все помним о том, что Финляндия до сегодняшнего дня является страной нейтральной, внеблоковой. И именно это в свое время позволило в Хельсинках заключать то соглашение, на котором действительно мир просуществовал относительно, но все-таки мирно с середины 70-х годов. А сегодня они всерьез задумались о том, что надо быть готовым к обороне своей страны, дабы не повторить ошибки 39-го года. Извини, я перебью. Финляндия подпадает под эту схему, которую Путин нарисовал, то есть те самые красные черту, что движение НАТО на восток. Ну, в первую очередь, все равно разговор идет об Украине в этом смысле. Но подразумевается ли при этом Финляндия? Ну, в принципе, расстояние до Киева и до Хельсинки примерно одинаковое. Поэтому, а что подразумевает президент России, вообще трудно сказать, потому что реально он говорит об откате на уровень, ну, скажем так, в лучшем случае 90-го года. Ну, а где 90-е, там, в общем-то, и любой другой год. Иначе говоря, когда человек сожалел о том, что его великим сожалению был развал Советского Союза, когда человек говорил, что кто-то кого-то там обманул, об этом тысячу раз уже писалось, говорилось. Но, тем не менее, вот эта мантра повторяется бесконечно в Москве, что Горбачеву дали какие-то устные заверения, и что НАТО не двинется. Но до сих пор вопрос НАТО рассматривается как агрессора, но не как оборонной, в общем-то, организации. И вот в этом есть какой-то, я бы сказал, идиотизм, но с нашего берега, а с его абсолютное право России вроде как на свои геополитические, значит, это, в общем-то, игры, аппетиты, как скажи. Понимаешь, и уважаемые слушатели, зрители, должны, ну, наверное, каждый хотя бы один раз видел игру в наперстке. Вот наперстничество в данном случае существует, потому что говорить о том, что были даны какие-либо обещания Горбачеву или кому угодно, о том, что НАТО не может расширяться, это полный абсурд, потому что таких гарантий не мог и не имел права, и это невозможно с точки зрения внутренних законов НАТО, дать даже генеральный секретарь НАТО. Он не имеет таких полномочий. Высшим управляющим, ну, не правительством, а высшей властью в НАТО обладают собрания всех президентов стран НАТО. Такого с Горбачевым не было. Да и даже если бы они дали президент в демократической стране фигура временная, а не постоянная, и дать гарантию за свою страну, за свой народ, что он что-то не будет делать, президент не может. Как и заставить свой народ что-то делать, он тоже не имеет никаких полномочий. Это не диктаторские режимы. Ни один, все страны, которые входят в Североатлантический Союз, это демократические страны. Поэтому, когда в Москве тот или иной политик, политикан, пропагандист утверждает о каких-то гарантиях, называя в том числе имена немецких руководителей того периода, прежде всего Ганса Дитриха Геншера, министра иностранных дел в Германии, то все это наперстничество. Или, что тоже, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, но тогда это еще более печально, полную некомпетентность в политических, дипломатических вопросах, в юридических вопросах, российской, а тогда советской стороны. И тогда, ну, нечего на зеркало пинать, коли рожа трева. Да, это правда. Ну, вот, чтобы уже как-то к этой теме, к этой теме немножко, не то чтобы закончить, но перейти к другому, мы признаем, что риторика Путина много лет она таковой не была, заметим. И после знаменитой Мюнхенской речи, помнишь ее, да, она была уже 15 лет назад, или сколько там, больше чуть-чуть, она, вот когда кто-то там с колен вставал, ну и прочее, это знакомая вся история, и кто-то грозил Западу кулачком, но сейчас вот она появилась буквально вот недавно, тоже такая абсолютно уже другая тональность, полные агрессии, недовольства, обид, ну и всего чего угодно. Ну, хорошо. Почему это появилось? Это надо спросить у западных правительств, и о тех людей, кто их возглавляет. Но я бы хотел от тебя узнать вот именно последние новости, касающиеся ядерных моментов, каких-то договоренностей, которые, может быть, как-то можно интерпретировать, и что за этим стоит? Ну, то есть, уважаемые зрители, речь идет о очень широко разрекламированном вчера, особенно в средствах российских массовой информации, подписании пятистороннего меморандума пятью главными ядерными странами, соответственно, Соединенными Штатами Америки, Великобритании, Франции, Китаем и Российской Федерации, документа, меморандума, которым говорится о том, что страны заявляют о желании угрожать друг другу ядерным оружием, об отводе на какое-то расстояние ядерных боеголовок, на консервацию их, и будут принимать все меры к тому, чтобы ядерной войны не было. Это замечательная новость, безусловно, но давайте на нее посмотрим немножко, что называется, увеличить на стекло. Три первые страны, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция, обладают максимально большим количеством ядерного вооружения, и более того, они обладают замечательными, абсолютно нового поколения носителями. Наземными, воздушными и военно-морскими. Развитие военной промышленности, развитие армии, вооружений в Китае и в Российской Федерации пока что в любом случае, как бы не шел гигантскими шагами вперед Китай, этим трем странам, а соответственно и боевой мощи НАТО, которая стоит за этими странами, а все три страны — это члены Североатлантического Союза, безусловно, превышает возможности и России, и Китая. Таким образом, данный договор, данный меморандум, безусловно, становится выгоден для России, особенно в свете той политики, которую в последнее время Россия демонстрирует, то есть политики угрозы и шантажа. Почему? Да, очень опасно ходить по лезвию ядерной бритвы. Тем более, когда ты понимаешь при всех тех демонстрациях, которые регулярно показывают в России своим гражданам, да и зарубежным тоже, и зарубежным журналистам, что гарантировать свое население от попадания под ядерные удары Россия не может. Единственной гарантией является то, что не раз повторялось в том числе и начальниками штабов, и руководителем Североатлантического Союза, и руководством Соединенных Штатов Америки, что первого удара ядерного не планируют эти высокие военные начальники, и это не входит в политические планы ни одной из стран. О первых ядерных ударах говорит вождь Северной Кореи, и о возможности и праве нанесения первого удара в случае опасности для Российской Федерации или ее союзников. Об этом надо отдельно говорить, кто сегодня союзники Российской Федерации, говорит как раз, говорится в Кремле. Более того, с тех пор, как Государственная Дума Российской Федерации, Совет Федерации Российской Федерации дали право президенту, верховному главнокомандующему, единолично, без голосования, без совещания, без всего, давать приказ вооруженным силам о начале любых боевых действий, в том числе с использованием любого вооружения, реально весь мир подвешен на волю одного человека. или на его физическое состояние, психическое, моральное и прочее. Это ни в коем случае не соответствует всем демократическим процедурам, которые существуют в любой из стран НАТО, повторюсь. Это очень важная разница, в которую сбрасывать со счетов нельзя. Да, Россия или Китай сегодня к ядерной войне не готовы. Но к обычной войне, ну, более-менее обычной, современная война, в любом случае эта война не очень обычная, потому что обычной войной можно называть то, когда мы свою жертву, своего врага видели глаза в глаза. Со времен Первой мировой войны все войны стали необычными, потому что вы нажимаете кнопку, и что-то куда-то полетело. Неважно, кнопку, курок, это совершенно как бы производный. От кого оно попало? При всей точности оружия. Кто там стоит рядом, лежит, спит, играет, это никто не знает. Поэтому это всегда массовое убийство. Именно поэтому и Первая, и Вторая, и особенно Вторая мировая война привела к тому, что непрямые потери любой стороны на европейском континенте, в Соединенных Штатах Америки все-таки, поскольку на их территории, за исключением Перхар, войны как таковой не было, это не так заметно. Соединенные Штаты Америки в основном имели военные потери. А европейские страны в любой непрямые военные потери превышают военные потери. Это касается и Советского Союза, и Польши, и Германии в том числе. И Англии, Франции и так далее. То есть это любая страна из участвовавших в Европе. И таким образом у России прежде всего, потому что мы... На сегодняшний день Китай, если и демонстрирует военную агрессивную политику, то это в основном касается стран Азии. на европейском континенте или на других континентах Китай, безусловно, агрессивен экономически, агрессивен индустриально, но никак не военно. Военные базы Китая даже в Африке как бы носят очень условный характер. Это с поддержкой экономики, не более того. И идеологию Китай свою давно не продвигает. Язык продвигает людей, которые учат китайский язык в разных странах все больше и больше. Но это следствие экономики, только экономики, а не какой-то политики. Никто сегодня с Дэцзебао, с идеями Мао Цзэдуна не бегает по миру и даже прежде всего по самому Китаю. А вот в России условная идеология, потому что это, конечно, не коммунистическая идеология, это идеология одного. Мы очень хотим, чтобы мир был однополярный, хотя твердим, что мы этого не хотим. Но он однополярный должен быть под нас. И поскольку мы не можем диктовать миру свои условия экономикой, которая все ниже и ниже опускается в процентных отношениях и в состоянии населения собственной страны, то другого выхода, как победоносные войны, на которых в том числе это население будет сильно сокращаться, а человеческая жизнь в России и в Китае почти ничего не стоит. В Китае, правда, она все дороже и дороже, а вот в России она все дешевле и дешевле. И это опасная ситуация. Конечно, в первую очередь для наших непосредственных соседей, для Украины, для Белоруссии. В этом месте мы, очевидно, сделаем небольшой перерыв послушаем рекламные объявления, после чего вернемся и обязательно продолжим. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цезарским. Продолжаем нашу программу. Напомню, что в этом сегменте вы можете позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Но пока продолжим. Как будут вопросы, я дам знать. Да, замечательно. Ну вот, видите, господа, все не так просто. Когда мы говорим об одном государстве, мы не будем его называть, но вот о котором Григорий рассказывал. Перед тем, как у меня выключилось все, пошли некие какие-то знаки, похожие на иероглифы. Ну и вот, наконец, я тоже с вами теперь опять. И мы продолжим. Давайте примем звонок. А примем звонок, конечно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Спасибо за вашу передачу. У меня вот пара таких вопросов есть. Или, может быть, ваше позволение комментарий по поводу расширения НАТО и обещания, которое было дано или не дано. Но об этом, по-моему, заявлял Горбачев, что было такое обещание. Такое обещание мог дать только США, Англия или Франция, или Германия, потому что с лидерами этих государств Горбачев очень плотно контактировал и встречался. А по уставу НАТО не может быть решения. Любое решение должно приниматься единогласно. То есть, если бы одна страна, допустим, заявила, что не хочет или не приветствует расширения НАТО, включения Прибалтики, ничего бы этого не случилось. Так что, скорее всего, такое обещание устное было. А вопрос у меня такой. Все-таки хотелось бы разобраться. Вот вы, ваш ведущий, сейчас только что заявил, что, ну как бы, Россия слаба, вооружение понимает это, и все это тоже понимают. А зачем тогда все страны вокруг России вооружают, закупают ударное вооружение, как Финляндия? Ведь самолеты F-35 это ударное вооружение, не оборонительное. Так все-таки что происходит? Или Россия абсолютно слаба, или все-таки нет? Это все блеф для того, чтобы военно-промышленный комплекс на Западе поступал. Спасибо за ваше мнение. Вопрос понятен, Григорий. Пожалуйста. Спасибо. Ну, во-первых, я вас поправлю, что по уставу НАТО, не НАТО решает, расширяется оно или нет. А каждая страна, любая, которая находится на европейском континенте, вправе этот вопрос поставить перед НАТО, стать соответствующей тем требованиям, которые выдвигаются от участия НАТО в НАТО. То есть это определенная реформа вооруженных сил, экономики, политики в этом государстве. И тогда уже, когда эта страна проголосует за то, что она хочет быть в НАТО, голосуют все остальные страны. Где-то это делает руководство, где-то это парламент. Это в зависимости от того, как закреплены эти вопросы в юридических правилах страны, в ее конституции. И тогда происходит прием в НАТО. Поэтому ни Англия, ни Франция, ни Германия, ни Соединенные Штаты Америки таких гарантий дать Горбачеву или кому-либо еще другому не могли. И сегодня не могут тоже. Это первое. Касательно вооружения, я ни в коем случае не утверждал о том, что Россия слаба. Я утверждал, что Россия в отношении со всеми странами НАТО и в экономическом плане, и в военном, действительно пока уступает. Касательно, прежде всего, носителей ядерного оружия и еще по многим другим компонентам. Но Россия располагает все-таки огромной армией и огромным населением, огромной территорией, огромными возможностями, которые, как вы знаете из истории, всегда играли на пользу и на благо России. Поэтому говорить, что она слаба, это неверно. Тем более Россия, еще раз повторю, российскому населению, к сожалению, терять нечего. И любимая установка, которую можно услышать в российских средствах массовой информации, что западному обществу, как раз вам, в том числе задающему вопрос, есть что терять. У вас есть то, сё, третье, десятое, и вы вполне хорошо живете, и дай бог ваши дети и внуки тоже. А вот россиянам терять нечего. Поэтому для них война, что называется, почти как мать родная для мамаши Кураж из пьесы Бертольда Брехта. Вот в чем разница. И последнее. Почему вооружаются? Вооружаются именно для обороны. Потому что ни одна страна Европы после окончания Второй мировой войны, после 1945 года, к своей территории не присоединила ни метра. Есть одно маленькое исключение, это немножко присоединила Румыния. Но там буквально речь идет о 10-12 квадратных километрах. А вот Россия совсем недавно, боюсь, что вы не успели этого забыть, присоединила себе полуостров Крым, который принадлежал Украине, в том числе по Будапештскому меморандуму и по всем соглашениям, которые были после 1991 года. И Украина разоружилась, так же, как Казахстан. В Казахстане тоже все чаще думают о том, а правильно ли они сделали. Даже батька Лукашенко очень хочет получить обратное ядерное оружие для гарантирования не только от внутренней оппозиции, не только от Светланы Тихановской, а прежде всего, в том числе, для того, чтобы быть равным партнером в разговоре с Путиным. Обратно очень хочет ядерное оружие. Поэтому опасность России, она в данном случае не пропагандистского только характера. Она, к сожалению, пока что морально-идеологического характера. Россия готова к тому, чтобы присоединять то, что ей нравится. А другим не нужно. Потому что в Фринляндии это решает экономический вопрос. Да, у нас были звонки. Я тебя не хотел прерывать просто. Алло. Там есть еще на линии кто-то? Да. Слушаем тогда. Добрый день. Слушаем вас. С Новым годом вас. Скажите, пожалуйста, я обращаюсь к вашему гостю, Игорь. Вы сказали о том, что все руководители стран, входящих в НАТО, демократически избранные президенты. А вот что скажете о Эрдогане? Он же уже совсем не демократически избранный, он как диктатор. И мой второй вопрос. Как вы рассматриваете то, что именно президентов Соединенных Штатов, демократов, у вашего Путина все время возникает территориальная амбиция по отношению к своим чужим странам, как Грузия, Украина, и вот Прибалтика он все время огрызается. Именно во время Обамы и его сейчас при Бабине это у него все время происходит. Спасибо. Вопрос понятен. Гриш, если ты не возражаешь на первый, я отвечу сам, потому что, к сожалению, так получается. Эрдоган выбрал вполне демократическим образом. Абсолютно. И поэтому говорить о том, что он встал путем переворотов или чего еще нет. А на второй вопрос... Я просто напомню в дополнение, я как раз то же самое хотел сказать, я напомню, что даже всеми нами нелюбимый Адолью Гитлер все-таки был избран тоже в положительной политической процедуре. А то, что Эрдоган похож немножко на диктант... Это другое дело. Это уже другой вопрос. Хорошо. Что касается, значит, второго вопроса, который вы задали, ну, что вам сказать? Наверное, надо смотреть на поведение этих демократов. Демократы бывали разные. Насколько я помню. А то, что вот последнее время почему-то легко договариваться и почему-то легко выигрывать переговоры у Клинтонов, у Обамы. Принято почему-то некоторыми было смотреть в глаза и что-то там видеть. Поэтому я не готов сказать, что здесь проблема только в названии партии, демократии. Я боюсь, что проблема в том, и это большая проблема всего западного мира, а не только Соединенных Штатов Америки, что в тот момент, когда красный флаг сменился на трехцветный флаг над Кремлем, многие поверили, что империя, которая дал точное название президента Рональда Рейган, перестала существовать. Но империи не перестают существовать в одночасье. Это долгий и мучительный и болезненный процесс. Да, это совершенно такой ответ, который, по-моему, более чем содержателен и объясняет ту ситуацию. Кстати говоря, я с тобой совершенно согласен относительно того, что это не только американская проблема. Хотя о демократах у нас весьма-весьма, особенно в последние годы, однозначное мнение, что они, к сожалению великому, ведут себя на, я не говорю внутренне, на международной арене исключительно таким образом, что некто им может что-либо диктовать. Для Америки это звучит всегда позорно, потому что, когда они выискивали некие вот такого рода вещи у предыдущего, хотя мы его по-прежнему называем исключительно 45-м, а не бывшему, 45-м. Но он-то как раз, делая некие комплименты, очень красиво держал в хорошем тонусе и Кремль, и корейского диктатора, и кого угодно еще. В отличие от того, что мы имеем ныне. Ну вот, это моя. Я могу, если там нет вопроса, то я могу добавить буквально два фразы, потому что ты только что сказал. С моей точки зрения, российское руководство должно было давно поменять гербы, добавить трезубец. Но трезубец не тот, который на украинском гербе, а тот, который был когда-то и на российском, древнем гербе. Потому что есть три единства российской политики. Это купить, это запугать и, в крайнем случае, это убить. И, к сожалению, политиков на Западе, которых удается запугать или шантажировать, купить, как Шрёдер и целый ряд австрийских министров, и можно и не только австрийских, которые, конечно, польстились на оклад намного больше, чем тот, который они имели у себя в государствах. Это большая проблема. И это большие успехи и в том, что мы слышим сегодня от Кремля, от президента России в том числе, и не только от него. В этом, конечно, безусловно, ещё раз повторюсь, вина Запада тоже существует. Несомненно. Но дело в том, что Россия тоже успешно играет, успешно играет на противоречиях. Она совершенно в восторге от происходящего в Европе. Вот об этом я хотел, чтобы ты тоже немного рассказал, как сейчас ситуация, потому что запуск... Ну, у нас в Америке я не хочу... Ну, это, скажем так, когда будет сидеть человек, который живёт на... Как и мы здесь, мы будем говорить о мексиканской границе. А у тебя, живущего на Западе, в Европе, я хотел бы ещё раз спросить, что происходит сейчас с вашими границами там? Ну, сейчас границы немножко успокоены генералом Морозом. А он, как мы знаем, очень хорошо умеет много чего успокаивать и много кого. Причём в разных сторонах. Тем более, когда речь идёт о людях, которые не очень к морозам привыкли. Ну, раз только ночное время, а тут ещё и дневное. Температура иногда подходит к 20 градусам по Цельсию. Ну, не везде, но бывали такие дни. Поэтому с этим немножко легче. Но я говорил с моей точки зрения, я писал об этом ещё по первой волне, которая шла на юг Европы. Италия, Испания, Португалия, Франция частично, Мальта, Греция, безусловно. Что представить себе, чтобы огромное количество людей, затронутых теми или иными боевыми действиями в Сирии, в Афганистане, в Ираке, в Ливии, в странах Чёрной Африки, вдруг, при том, что это люди в большинстве своём, мягко говоря, не очень богатые, плюс это люди, которые многое потеряли на войне, в том числе не только родственников, но и имущества, и деньги, что у них найдутся деньги для того, чтобы платить контрабандистам, которые любят зарабатывать на всём, на чём только возможно заработать, а не только на наркотиках. по 500 евро или пускай даже долларов за переправку, не гарантирующую конечного результата через Средиземное море на вот этих вот судёнышках или что-то напоминающее судёнышки, вот мне без поддержки того, кто финансирует данные потоки, мне это представить нереально, а я с Африкой по крайней мере знаком очень хорошо, я 5 лет практически плотно работал с этим континентом, причём ну знаю его, поэтому с моей точки зрения недаром напротив Министерства иностранных дел поставлен памятник Прибанкову, который в течение долгих лет был куратором ближневосточной политики не Министерства иностранных дел, а разведорганов Советского Союза. Я думаю, почему я так думаю, я знаю только две страны, в которых руководитель стран не подотчётен никаким проверяющим механизмом. Это Северная Корея, но мне трудно представить уважаемого Кима, который тратит деньги на подобные операции. У него своих проблем достаточно, и его аппетиты в основном по границам его государства идут. И прежде всего, конечно, ему бы хотелось объединить две Кореи в одно государство. И это хотелось бы не только ему, это желание большинства корейцев. Ну, не под его руководством, конечно, но это желание большинства корейцев. А вот в Российской Федерации действительно руководитель страны обладает всеми деньгами этой страны, всеми мощностями этой страны. И он ничем и никем в сегодняшней ситуации в Российской Федерации неконтролируемый. Даже счетной палатой. Гриш, гипотетически, но мы понимаем, что пока он там сидит, ситуации, которая бы предвещала его уход, пусть даже в разряд этакого Дэн Сяопина китайского, маловероятно. Ну, хорошо, но бывает так, что неожиданно Кондратик посетил там, я знаю, бывает всякое. И вот что при этом поменяется? Вот ты все-таки был в глубине в свое время, очень близко к политическим процессам на самом верхнем уровне. Вот как ты считаешь? А что поменяется в том случае, что завтра не будет Путина? Боюсь, что я тебя разочарую, и тем более зрителей. С моей точки зрения шансов на то, что что-нибудь поменяется, почти нет. То есть поменяться портрет на стене может, что называется, завтра. Это не от нас, это в общем руках Всевышнего, как бы он ни назывался. Это не проблема. Но процессы, которые произойдут после этого в России, определенный передел собственности, я легко предвижу. определенные возможные изменения гимна, флага, герба предвижу. Может быть, может не быть, может быть, это не суть важно. А вот основной тренд того, что многие, слишком многие, и обладающие властью, и даже простые граждане страны, очень хотят жить в великой стране, а не в нормальной. Вот этот тренд изменить, боюсь, что уже будет очень трудно, и на это потребуется много десятилетий работы, и боюсь, что не только граждан страны. Это даже при том, что вот это молодое поколение даже понятия не имеет о таких фигурах от Ленина, Сталина и так далее? Ну, все-таки кое-какое понятие они имеют, потому что только не то, что вы имели. не совсем то, что мы имели, но, понимаешь, мы знали и больше негативных фактов, потому что мы жили среди людей, которые в том числе родились до Октябрьской революции, и они могли нам кое-что рассказать, наши бабушки, там, прабабушки, прадедушки и так далее. Современная молодежь воспитывается людьми поколения Владимира Владимировича. Ты от них что хочешь услышать, от этих учителей, от этих родителей? Владимир Путин и все окружение, и все руководство сегодняшней России пришло ни откуда-то, ни с Марса прилетело. И родились они в условиях, ну, допущу, что даже в более худших, чем многие слушатели этой передачи. они не готовились к тому, к захвату Кремля. К этому готовился институт. И институт это сделал, а институт никто не отменяет. И в нем достаточно много майоров, лейтенантов и так далее, и так далее. Понятно. В общем, мы приходим, вот у нас уже осталась буквально минута, и мы приходим к неутешительному все-таки. Или все-таки есть просвет, последнее, 20 секунд. Просвет заключается в наших головах. Если мы все это будем реально понимать и делать, и в том числе руководители наших всех стран будут это понимать и делать, и знать, с кем они садятся за стол, и не смотреть в глаза, а думать и анализировать реальные факты, то тогда, я думаю, что мы смело имеем право смотреть в светлое будущее. Это хорошее завершение нашего разговора. Я благодарю, что был сегодня с нами, надеясь на новые встречи и на темы, которые будут светлыми, приятными, творческими. Я бы сказал. Все, а всем нашим слушателям оставайтесь с нами, оставайтесь на народный. Радиоблог будет выходить, как и прежде, по понедельникам. сегодня, вот только в начале года мы такой небольшой сделали. С чем здоровье и мира. Спасибо. Спасибо.